Что нет таких подвигов, которых не совершил бы советский патриот для защиты своей родной земли. Нет таких жертв, на которые не пошла бы наша молодежь, если этого требует Отечество. Комиссар Виктор Шапошников. Командир Дмитрий Косицын. Лыжный отряд Ленинградского института физкультуры имени Лесговта уходит сегодня на фронт. Уходит. Нет. Ехать не надо. До фронта всего несколько километров. Потом, вспоминая минувшее, они назовут эти годы партизанским семестром. Будут шутить. Мол, учились, проходили практику, сдавали экзамены. Только ставила тогда оценки. Война. Однажды, после боя, было записано интервью комиссара Виктора Шапошникова. До войны, приезжая на спортивные парады в Москву, Мы клялись народу, что в любую минуту готовы стать на защиту нашей великой Родины. Я хочу доложить сегодня, днём и ночью, на каждом шагу подстерегая оккупанта партизанская пуля. Партизаны поручили мне передать, что с каждым днём мы будем беспощаднее мстить немецким разбойникам за все их злодеяния на русской земле. Партизаны поручили мне передать. Через несколько дней после этой съёмки, Дмитрий Косицын погибнет в бою. За снежным полям, по лесным тропам, не раз прорывались в осаждённый Ленинград, лыжники-лесковтовцы. По льду Финского залива, к осаждённым кронштадтским фортам, проложили ледовую трассу мастера парусного спорта. Только так, на Буэре, смог доставить боеприпасы и продовольствие блокированному гарнизону заслуженный мастер спорта, чемпион страны Иван Матвеев. Продолжение следует... Продолжение следует...